Ну что, собираемся на выезд. Закончилось наше пребывание в Бишкеке, в гостинице красивой, новат, с национальными узорами на стенах и ковром с пергаментом. Поедем мы в наш родной Казахстан. Поедем тоже на автобусе. До выезда несколько часов осталось. Здрасте. Такой вот холл гостиницы на ват. Второй этаж лестницы. Все в пергаментах, все в люстрах. Красиво. А в фойе в зоне рецепшена такие приветственные диванчики. Бомбические люстры. Ключи оставлю сейчас. Выглядит как настоящие. Так красиво. Светильник горит вообще капец. В Турции таких много светильников. Ладно, до свидания вам. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Да? Как называется? Называется Пробудильник. Пробудильник? Да. Пойдем прогуляемся еще по центру города чуть-чуть. И пойдем. Поедем на автовокзал. Золотые лавки, как в Азербайджане, да, также находились, находятся. Все с кубков, все ломбарды? Да. Все с кубков. Там, наверное, из центральных или самая центральная улица. Бишкеки. Что такое? Попало что-то. Ну, конечно, это место уже снимали, показывали. Вот. Ну, что уж, если мы рядышком здесь живем с этим местом. Такой прикольный. Наверное, когда летом здесь фонтаны. Вообще бомба. Красота. Скорее всего, бьют фонтаны. Такое место притяжения. Маленькая площадь. Ну, очень красивая. Июлька, гундоська. Научилась гундосить от меня. Теперь успешно этим пользуется. Солоднями ходит, гундит, 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 гундит. Пока не получит. Своё. Да. Или по своей. Я говорю, нет, почему хорошему училась. Нет, вот. Самое вот, что ни на есть. Гундить, ворчать. Да. Женщина всегда зеркалит мужчина. Надо это принять. Что клёво. Какое лесо вообще, наверное, сказка здесь. А в Краснодаре уже зеленая трава. И мы едем в Краснодар. Не едем они в Краснодар. Просто почему в Краснодаре теплее, чем здесь, я не понимаю. Я уже нету мысленно. Я уже в Краснодаре. Замерите меня. В Краснодаре прям сильно теплее. Я хочу тепло. Я устала от шума. Всё, я выключаю эту шуршалку, камеру. Так. Мы всё крутимся на одном пятачке в центре города. Ну, тоже большая машина вон стоит серебристая. Да. Зашли, купили в аптеку лекарства. Потратили соны. Сон примерно район рублю, кстати. Вот такие дела. Ждём такси. Поедем на автовокзал. Едем на автовокзал западный в Бишкеке. По всей видимости, если есть западный, значит, наверное, есть ещё и восточный. Или ещё какой-нибудь. Иначе бы его не называли западным. А ехать нам... Ой, нам совсем чуть-чуть, там 10 минут ехать. Ну, это недалеко, да, получается? Да. Ну, он показывает 9 минут у вас в навигаторе. Да, да, да. Даже рано приедем. У нас автобус в 2 часа. В Бишкек петролиум. Заправка. Куда в Курта едете? Нет, в Алматы. А, в Алматы? А Курта это что? Ну, граница с Казахстаном. Граница с Казахстаном. Не, ну мы прям должны в Алматы попасть, по идее. Ну, до границы, потом выходим, проходим границу, садимся в этот же автобус, едем дальше. Вот так это устроено. 600 СОМ билет стоит. Да, в Алматы, да? Да, в Алматы, да. И там на автовокзал Сайран в Алматы прибывает. А то здесь на границе едут казаки. Ага. А то там на такси. Ну, такой тоже вариант есть. Но, видимо, все этим вариантом пользуются, и автобусы пустые идут практически. Полупустые. Мы сюда ехали. Залегли на задних сиденьях. Что там больше? Залегли на задних сиденьях, в общем, и вообще кайф. Ну, он подольше чуть, конечно, едет. Вот так живут свободные люди. Они поставили палатку, где они хотят. А на самом деле очень много таких людей, которые очень образованные и очень интересные. Хотя вот жизнь у них вот так протекает. Что? Я думал, ты голубей снимаешь. Там палатка стояла? Да. Я не видел. Там человек живет. Который не смог себя применить. Зато в центре Пешкека практически живет. Холодно же палатки зимой спать. Двадцать девятого я в час и я еду на маникюр. Я могу пропустить это. Я за этим следить не буду. Если что, ты меня подменишь. Я не могу тебя поднимать. У меня работа есть своя. У меня работа уже начинается. Я сегодня. Я тебе могу помочь. Двадцать девятого уже. Возьмите людей. Продается здание. Она так одета, как на зимовку. И семь соток. А много, кстати, домов продают. А везде много продают. Здание вот с советских времен еще. Да. Вот было бы потеплее. Конечно, мы бы в гору куда-нибудь съездили. Ну ладно, приедем еще. Может быть, когда-нибудь. Мне хочется вернуться. О! Что? Встали? Авария, похоже, нет? Нет, светофор. А что они мигают? И тот, и другой на аварийке стоят. Ну, не знаю. Вот, я думаю, это у них ДТП. А, что-то на буксире он, видимо, его. Школа НОВА. Образование. Образовательное учреждение НОВА Стрелл Скул. Платная школа, что ли, или что? Много часто школ. Вот, на автовокзале очень много разных таксистов. Вот, в разные места готовы вас увезти. Я думаю, нам нужно зайти в какой-то центральный вход. И пройти на посадочную станцию. Скорее всего, через автовокзал это должно быть. Почему-то мне так кажется. Точно не уверен, конечно. Но, предполагаю, что так должно работать. Сюда, наверное, не туда. Почему-то мне кажется, что сюда куда-то. Вот. Наверное, вот здесь. Но я могу ошибаться, конечно. Таксист нас просто не в том месте высадил. Величественные такие здания строили раньше. Можно было бы меньшим зданием обойтись, да? Уважаем? Уважаем. Уважаем.